Итак, всем привет, с вами ДопГ, мы продолжаем играть за Ост-Азию, германскую, в Кайзер-Райх, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас большие планы, мы должны построить достаточный флот, чтобы защитить нашей колонии, защитить Германию в Азии от Японии, и вполне себе может расширить даже ее территорию, помочь закрепить влияние в Китае, и тоже здесь, посмотрим. Так или иначе, мы начинаем, и я еще заказал себе дополнительных 2 авианосца, что-то можем сделать по флоту, нам нужно сделать 4 современных авианосца, чтобы делать максимум, в общем-то, самолетов в бою, у нас еще есть 3 старых, они будут участвовать, быть вспомогательным флотом, наверное, посмотрим. А пока мы чуть выгоднее закупаем здесь вот сталь, остальное дозу закупаем, конечно, у Германии, и кое-как делаем наш тот самый флот. Периодически будем пытаться тренировать его, но топлива, конечно, не очень у нас много. И беспорядки в Бирме, там есть немецкие бизнес-интересы, и мы можем их поддержать, либо не наше дело. Нет, ну, если мы можем помочь, конечно, поможем. Получили мы 3 верфи дополнительные, мы можем получить еще 3. Значит, что? Значит, правильно получаем. Потому что, да, нам нужно максимально ускориться по постройке флота. Видите, там кто-то купил по продукту для производства Олова. А, я так понимаю, это значит, что потихоньку китайцы становятся более независимыми. Да, я думаю, все равно они будут на зависимые, у них фокусы на это. Что, пока у нас есть момент, я так подумал, можем пойти помочь Индии в войне? Потому что коммунисты, это точно наши враги в Индии. Следовательно, почему бы нам не пойти и не помочь их победить? Я думаю, это хороший вариант для нас получить опыт. Обязательно ими воспользуемся сейчас. Можно сыграть в Циндаву, получить фабрику за 14 дней. Давайте возьмем, это звучит очень выгодно. Мы можем получить еще одну ячейку для исследования, так что да. Берем ее, берем ее. Наверное, потом возьмем все-таки пром, потому что у нас, ну, как-то, знаете, появились ячейки. Есть что строить, как говорится, теперь. Можем немножко подинвестировать в это. А дальше, не знаю, наверное, в армии уже пора будет. Слушайте, да, мы действительно неплохо так помогаем здесь наступать. Это прекрасно. Смотрите, Австралазия. Но это они попустятся. Ой, у нас уже есть вот этот прекрасный концерн. Но 10 макс эффективности, 15 ресурсов и 10 исследований промышленности берем обязательно. Супер сильный. Все нам этот фактор не особо выгоден, потому что у нас и так уже куча факторов. И как бы дальше они не сильно будут уменьшаться. Поэтому давайте просто возьмем два военных завода, потому что нам их не очень хватает. А еще у нас здесь очень специфические, скажем так, условия. И поэтому мы делаем, да, тяжелые истребители, потому что нам очень не хватает радиуса. И добавляем им торпеды, потому что нам нужно как-то будет помогать нашим флоту побеждать на море. А здесь мы, кстати говоря, если сейчас прервем вот здесь вот железную дорогу, то все эти войска в западе окажутся, по идее, окруженными, то не может для нас быть невыгодным. Пробуем это сделать. Хотя мы сами сейчас не очень имеем здесь снабжения, но вроде, вроде двигается. Вот. У нас вот война идет в пустыне, скажем так. Здесь происходит черте что. Там османовщика, это контрреволюция пошла. Короче, жесть. А мы направляемся к пункту снабжения, который откроет нам дорогу на вот этот пункт снабжения. И, кстати говоря, мы еще, может, вот одно окружим несколько дивизий. И можем еще раздеверять советника на экономику и стабильность. И, да, черт возьми, давайте возьмем это. Наша экономика должна максимум выжимать. Особенно в наших не очень идеальных, скажем так, условиях. И, как видите, я следую очень много морских техов, чтобы, очевидно, наш флот был чуть более боеспособный. Я понимаю, что у них еще, возможно, вот отсюда идет снабжение некоторое. Поэтому давайте поможем здесь его тоже отрезать. И разрезаем коммунаров. А, разрезаем соединение войск коммунаров, окружаем их и заставляем их вдаваться в плен. Сами начинаем качать армию и выходим вот сюда. Здесь тоже не национальные провинции плюс войска дают. Плюс людей, точнее. Мы можем в теории вместо этого пойти в спецназначение войска. Что вообще неплохая идея. Но проблема в том, что их все еще будет мало. Здесь нету плюс лимита. Здесь есть минимальная численность. Но это нам не сильно интересно. Да, наш фасказали бы очень сильны. И это было бы очень круто. Но проще сделать просто больше войск. Потом больше лимит получить. Делать просто самим больше спецвойск. И прокачать их за счет опыта флота, как это и работает обычно. И Гонжоу постановит против нас цель воина. Звучит очень странно, если честно. Что они там захотят сделать? Аннексия против Лиги Юго-Восточных провинций. А мы типа ее гарантируем, да? Или что? Да. То есть, если вот эти ребята нападут вот сюда, то мы зайдем противникой сможем, кстати говоря, можем себе получить дополнительные территории, что меня более чем устраивает. Это генерал-север, я уже сделал фельдмаршал. У нас три фельдмаршала действующих. Что нас устраивает? Ну, как говорится, только попробуйте, ребята. Пожалуйста, прошу, нападите. Мы к этому будем более чем готовы. Как говоря, можно запросить людей от Германии. Я бы это сделал, пока мы можем. Сейчас мы будем получать еще больше людей от всяких духов. Плюс можно мобилизовать закон повыше поставить. Это все мы сделаем, но попозже. И очень тяжело добить этот город без снабжения, но мы к такому уже привыкли, так что добиваем. У нас играет скоро 40-й год, ну а мы жестко-жестко мобилизируем ресурсы, обучаем новые дивизии, в общем-то готовимся к защите наших границ. Вот что я вижу. Филипины уже в сфере Японии. В сфере Японии означает, что нам нужно готовиться к войне с этим самым Сиамом. Ну, мы вроде как более-менее готовы. Ну и, конечно, одна провинция чуть-чуть. Вот почему этот пункт нарушения переместить сюда чуть-чуть повыше, чтобы эта провинция тоже снабжалась. Ну и мерзость. Ну и мерзость. Ну я же не буду здесь строить пункт нарушения только ради одной провинции. Не буду, конечно. Ну и наш самолет, скажем так, улучшается примерно в полтора раза в цене. Но по характеристикам тоже он становится намного солиднее, а скоро мы еще и улучшим и, собственно говоря, торпеды. Итак, закончили мы нашу ветку восточно-азиатского хера. Ну, имею в виду хер. Это немецкий штаб типа. Ну, у нас будет восточно-азиатский хер. Так и будет. Что у нас еще полезного есть перед войной? На самом деле не так много. Я думаю взять еще вот это. И на этом плюс-минус то, что мы можем сделать, закончится. Вот отсюда мы еще по теории можем сделать себе флот. Наверное, я бы это тоже сделал, но это требует исследований. А до этого они были с сопережением, поэтому я их не делал. Закончим здесь исследование. Пойдем, наверное, их тоже возьмем. А потом возьмем фокус. В анексе говоря уже, скорее всего, очень скоро. Она обычно происходит где-то летом. Идем. Когда я говорю, надо вспомнить для дивизии. И, наверное, я даже их действительно использую. У нас есть фельдмаршал на укрепленность. Так, кстати говоря, нам бы назначить, наверное, фрица. Можно было бы его еще чуть-чуть докачать. А эти ребята пойдут защищать нас. Форты наши, в наших территориях. Хотя нет, конечно, я их до конверчу. И, в принципе, наверное, да. Проще их распустить и сделать новую дивизию, которую нам нужно будет обучить, да? Но так или иначе пойдет. И у нас очень много снаряжения, но очень не хватает к этому снаряжению, к сожалению, людей. Поэтому мы и пошли в то самое вот неонациональных регионов. Поэтому мы получаем с них какие-то дополнительные ресурсы. Ну, нормально. Жить можно. И началась война в Западной Европе. Германия атакована Францией. Здесь пошла полная войнушка. Но у нас тут тоже хватает своих дел. Япония вот-вот атакует. Более того, российское государство. Видео против Германии. Окей. Это тоже, кстати говоря, некоторая угроза нам. Хотя и очень далеко, потому что у них даже флота как такового нету. Это не слишком большая угроза. И нам нужно достроить очень много. Да вот самолетиков, кстати говоря, можно переделывать, я так понимаю, истребители на это. Это меня устроит, да. И да, наш флот на самом деле готов. На самом деле готов. Нужно только, конечно, заполнить эти авианосцы. Но кроме этого, на самом деле, да. Мы готовы. Хотя я не откажусь от подкрепления в виде наших новых легких крейсеров, которые будут помогать нам бороться с подлодками и не только. Игромани нас призывают в войну. И мы обязаны ответить на призыв. И поэтому наши войска из-за Индии возвращаются домой. А вот, если говоря, у нас раскачался и генерал на пехотного специалиста, которого у нас сразу не было. Бам! Очень полезный баф. Я здесь верю красный дивизии. Это кто? Извините меня. Мы уже на самом деле в состоянии войны, поэтому стоит быть аккуратнее, но реально кто это? А вот российское государство также нападает на Германию. И да, вот и Япония тоже готовится нападать. Если чего, тогда мы даже не думаем им отвечать. Поэтому наш флот отправляется на быструю починку. Сайгон, пожалуй. Плюс восстановление организации, конечно же. И мы будем готовы. Война в восточных морях. А, все. Они даже не... не дождались нашего ответа. А просто напали. А, нас это устроит. Я бы сказал. Мы к этому достаточно готовы были. В общем-то, мы только к этому и готовились в последнее время. Поехали они в атаку. Единственное, у нас здесь не очень хватает авиабаз, что я бы хотел, наверное, поменять. Поэтому давайте... Отправилось почему-то. Отправим здесь. Здесь у нас авиабаза более чем достаточно. Можем добавить наши новые тактические бомбардировщики. Ладно, пока. Пока не стоят. Они у нас их маловато. Надо поберечь. Далее. Наш флот. Пока что еще ждет. Ждет, не спешит. А наши истребители частично. Давайте, кстати, вот еще куда я хочу. Авиабаза вот сюда. Отправим. Рейдить. Вот так вот. Наверное, вот сюда. И нет морскими вторжениями, кричат. Ну нет, на самом деле вот сюда. Ну, острова я готов отдать. Защищать острова. В нашей ситуации было бы сложновато. Сейчас нужно победить себя. Королевство. Соединить нашу территорию здесь. Сделать какой-то такой общий фронт. Потом уже защитить Тилипины. И у нас получится такая некая крепость, я бы сказал, которую можно будет уже оборонять. Там уже думать, куда высаживаться. Да, здесь вот подлодки, но мы с этим разберемся. Я думаю, можем уже выставить наши, кстати говоря, подлодки в этих регионах. А единственное, нам почему-то... А, ладно, почему-то. Здесь просто флот вражеский. Поэтому нам говорят, что преимущества пока нету. Мы выставим наш лод, все резко поменяется, но стоит сделать все-таки вот так и дочиниться. Пока что битвы только вот здесь вот локальные. Здесь они не рискуют ничего делать. Наши подлодки не достигают никаких целей особо пока что. Только подкачивают нашего генерала, что меня устраивает. Но стоит пока подождать с ними тоже. Падение Минсенская. Потому что восточная стена Германии падает очень быстро. Только Германия не готова к войне. Кстати, одинаковые мотиваторы, как и у меня. Что-то странно. Может, там на самом деле ничего, ни о чем он не зависит. А просто все у нас скриптовано, как обычно. Ну, так или иначе, Нидерланды, главное, не покинули Германию. А значит, что все у них должно быть окей. А в Америке, кстати говоря, закончилась Гражданская война. И победили там Тихоокеанские штаты. И Новая Англия, вот такая вот здоровая, существует все еще. Кстати, которая воюет с Модепаратом, но не воюет все еще с Интернационалом. Даже не знаю, нам, наверное, безразлично. Они вроде не должны за Интернационал зайти. Остальное не так важно. Здесь мы лишили ремонтцев порта вот этого. И можем в теории начать наступление вот так по Тузам. пройтись в тура странная провинция. Да, вот тут. Очень не очень понятно, что здесь происходит. Но, да, мы побеждаем. Это самое главное, что понятно. Итак, наш флот, полагаю, снова в строю. Он закончил все тренировки. Астров вступает в Вельдкриг, что тоже нам на руку. И мы теперь выводим все корабли в бой. Единственный момент. Нам, наверное, стоит часть кораблей, ну, из сменцев, очевидно, определить как прекратить конвоев. Нас их совсем мало. Так что стоит быть с ними аккуратными. И первое столкновение с японским флотом. И япония немножко дезорганизована была изначально. И на самом деле они получают неплохой урон. Но реальных кораблей мы не потопили. Так что давайте переключим патруль. И наш флот такой, ну, нахер мы с вами. А почему? По идее, он должен был просто догнать потом в Японии. Честно, это было странно. Ну, ладно. Сделаем патруль и найдем сами этот флот. Вот таким вот образом. Слушайте, он прям хорошенько выдерживает урон, на самом деле. Но так или иначе мы наносим ему этот самый урон. У нас очень не хватает топлива. Ну, тут, как говорится, поделать с этим нечего. И делаем тузовой обход. Вот там надо быстрее соединить наши территории. Таким образом у нас сэкономится конвоя. А вот этот флот давайте-ка вот сюда. Топлива чуть-чуть не хватает. Это правда. А ведь без конвоев мы его покупать нигде не можем. Итак, здесь мы продолжаем наступать успешно. А здесь окружаем и уничтожаем эти дивизии. В тени Вильнюса тоже идет. Да, в Европе, видимо, дела все так себе. Нам нужно мобилизовывать больше населения. И нам нужно будет военную экономику делать. Сверя мы можем чуть-чуть повысить автономию. Скоро. И запад наш Ромель. Очень успешно пробиваются. Здесь армия также удерживает. Ага, у нас здесь направление по морю идет, судя по всему. Немножко вызывает проблемы. Определенно. Но потому что у нас столица это Сингапур. Но мы вроде как живем. Вот мы с игром можем сделать баф на джунгли пехоте. И я думаю, это то, что нам стоит сделать определенно. Но здесь есть 150 конвоев. И да, мне нужны эти 150 конвоев. Причем вчера. А вот еще две дивизии морпехов. Блин, они очень классные. Но нужно их, конечно, подогнать под наш шаблон. С этого они станут еще лучше. Прекрасно. Еще мы можем сделать выставку. И... Да, черт возьми, я ее сделаю. Так, наш лот опять скоро починится. Не игнорируем ремонт. Это очень важно. Чтобы не терять лишние корабли. Ромель здесь встрял немножко. Нужно замедлить ход. А, ну, нужно взять Бангкок. Который наши морпехи сейчас очень-очень быстро возьмут. И это упростит нам здесь все операции. Все. Кок наш. А значит и Азия. Ну и что ж. Ну это можно было бы позакончить эту серию. Началась война. В Европе там мясорубка просто жесть. И Германия скоро, походу, проиграет. Но в Азии мы будем сражаться до конца. Подобьем Сиан. Разобьем Филиппины. Возможно попробуем высадиться в Японии. Ну и если вдруг у нас для этого еще что-то останется, так сказать. Ну, у нас будут какие-то ресурсы. Либо высадимся в Японию, либо побежим спасать Германию. Что было бы очень тяжело, я полагаю. Но посмотрим. Посмотрим. Может и получится. Скоро узнаем. В любом случае, с вами был Топгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, скорость, быстро. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok